Робин Шарма. 101 совет по достижению успеха от монаха, который продал свой Феррари. Я лучший. С глубочайшим уважением и любовью посвящаю эту аудиокнигу своим родителям. Вы дали мне не только жизнь, но и неослабевающее стремление прожить ее по-настоящему. Я бесконечно признателен вам за это. «Жизнь — ничто иное, как приключение, и чем раньше мы это осознаем, тем быстрее овладеем искусством жить». Майя Энджелоу. Я словно состою из множества разных людей, у каждого из которых свои желания, свои порывы. Раньше думал, что однажды смогу выбрать какое-то одно из них. «Теперь я понимаю, что вся эта мешанина и есть я. И теперь я чуть ближе к той песне, что звучит в моем сердце. Я не искал милости Божьей, но, к счастью, она нашла меня сама». Бона. Лидер группы U2 в интервью журналу Rolling Stone. Совет 1. Я не гуру. Журналисты частенько называют меня гуру лидерства и направления «помоги себе сам». И зря. Я всего лишь обычный парень, который, так уж вышло, понял, как надо мыслить и что делать, чтобы добиться успеха. «Благодаря моим идеям и методам, многие люди изменили свою жизнь к лучшему, а компании вышли на мировой уровень. Но буду честен. Я точно такой же, как вы, ничем не отличаюсь. У меня есть свои проблемы, разочарования и страхи. И свои надежды, цели и мечты. В моей жизни бывали славные времена, а бывали и мучительные. Мне доводилось и принимать феноменально верные решения, и делать глупейшие, досадные ошибки. Я живой человек и далек от совершенства. Если какие-то мои идеи покажутся вам глубокими и верными, имейте в виду, «Я пришел к ним только потому, что много дней сидел и думал, осмысливая информацию, с которой вам предстоит ознакомиться, размышлял, как бы помочь вам сорвать самый крупный куш на свете и прийти к успеху, как помочь бизнесу взлететь до небес. Если достаточно долго биться над проблемой, рано или поздно приходит озарение, и вас начинают называть гуру. Однажды на автограф-сессии в книжном магазине в индийском городе Бангалоре я сказал, что я не гуру. Один человек подошел ко мне и спросил, «А почему вам не нравится, когда вас называют гуру? Ведь на санскрите «гу» означает «тьма», а «ру» — «рассеивать». Так что гуру — это всего лишь человек, который разгоняет тьму, то есть несет свет знаний. Мне понравилось. Хорошая пища для размышлений. Пожалуй, я не люблю, чтобы меня называли гуру, потому что кто-то может подумать. О, я не могу так, как Робин. У него особый дар, а у меня ничего такого нет. Ему-то легко говорить. Он же гуру. Ничего подобного. Извините, но я вас разочарую. Я обычный человек. Тружусь себе в поте лица, чтобы быть самым лучшим отцом на свете для двоих сыновей, которых я воспитываю в одиночку. И надеюсь так или иначе изменить вашу жизнь. Никакой я не гуру. Но насчет разгонять тьму — мысль интересная. Надо будет узнать про это побольше. Может, какой-нибудь гуру поможет. Совет второй. Харви Кейтель и окна возможностей. Бывает, и я делаю ошибки. Говорю же. Я не гуру. Но одно могу сказать точно. Я всегда стараюсь, чтобы в киноленте моей жизни картинка совпадала с озвучкой. То есть дела не расходились со словами. И все-таки я живой человек, а значит, порой ошибаюсь. И пока не встречал таких, кто никогда этого не делает. Я постоянно пытаюсь вдохновить своих читателей и участников тренингов личного и корпоративного успеха бросаться навстречу своему страху и ловить удачу за хвост, если она улыбнулась. Я призываю учеников мечтать и дерзать. Потому что для меня хорошо прожитая жизнь – это жизнь на полную катушку. И я убежден. Побеждает тот, кто не боится приобретать новый опыт. Большую часть своей жизни я только и делал, что шел туда, куда идти боялся, и делал то, что делать стеснялся. Но недавно сплоховал. Уж простите. Я должен был выступать в отеле Four Seasons перед сотрудниками компании Advanced Medical Optics. Это один из наших самых давних клиентов по части тренингов для руководителей. И вообще очень крутая фирма. И знаете, кого я увидел в фойе перед выступлением? Харви Кейтеля. Да-да, того самого Харви Кейтеля из «Бешеных псов», «Суперзвезду» и все такое. И как прикажете поступать в такой ситуации автору книги «Монах, который продал свой Феррари»? Я затрепетал перед величием звезды и съежился в лучах чужой славы. Что помешало мне просто подойти и подружиться, а? Я ведь не постеснялся подойти к Питеру Роузу, легенде бейсбола в аэропорту Чикаго. А потом оказалось, что нам обоим лететь в Феникс, и мы всю дорогу сидели рядом. И увидев прошлым летом в лобби римского отеля одного из ведущих мировых финансистов Генри Крависа, я тоже с ним познакомился. Я был с детьми. И мой одиннадцатилетний сын Колби сказал, что Генри крут. Я подошел и к сенатору Эдварду Кеннеди, когда увидел его в Бостоне. И даже к гитаристу-виртуозу Эдди Ван Халлену в моем родном городе Галифакс в канадской Новой Шотландии. Я не постеснялся подойти, когда был еще подростком. Но с Харви Кейтелем я шанс упустил. Каждый день жизнь приоткрывает вам окна каких-то возможностей. Как сложится ваша судьба, зависит от того, успеете ли вы их использовать. Будете пугаться и шарахаться прочь, настоящая жизнь тоже обойдет вас стороной. Останете пугаться и кидаться, очертя голову навстречу своему страху, и вас ждет великая судьба. Жизнь слишком коротка, чтобы избегать риска. Даже в воспитании детей окно возможностей не так уж и велико. Так легко упустить время и потерять шанс дать им раскрыться и реализовать весь свой потенциал. А еще надо успеть показать им, что такое любовь и безусловное принятие. Имейте в виду, когда окно закрывается, открыть его заново уже непросто. Честное слово, если я когда-нибудь увижу Харви Кейтеля снова, я рвану к нему на всех парах. Пусть даже он решит, что я чокнутый охотник за звездами, мы поболтаем, и он поймет, что на самом деле я просто человек, который старается не упустить шанс. Совет третий. Нет ничего более пагубного, чем успех. Ричард Каррион, директор крупнейшего банка в Пуэрто-Рико, как-то рассказал мне слова, которые я никогда не забуду. Робин. Нет ничего более пагубного, чем успех. Глубокая мысль. Будь вы человек или компания, на пике успеха вы наиболее уязвимы. Добившись своего, мы становимся расслаблены, самодовольны. И самое страшное – высокомерны. Вскарабкавшись на вершину, люди и фирмы зачастую предаются самолюбованию. Они отворачиваются от новшеств, работают спустя рукава, боятся рисковать, словом, почивают на лаврах. Они больше не завоевывают новые вершины, они тратят все силы на защиту того, что уже завоевали. И при этом забывают принципы, которые привели их к успеху. Я неоднократно говорил об этом перед полным залом топ-менеджеров, и все они согласно кивали. Позвольте мне привести пример из собственного опыта. Прошлые выходные я повел детей в наш любимый итальянский ресторан. Готовят там, пальчики оближешь. У них лучшая брезаола. Какую только можно найти за пределами Италии. Брезаола. Вяленая говяжья ветчина. Божественная паста. Потрясающие пенные латы. Каждый раз, как пробую, подумываю все бросить и уйти в баристы. Бариста. Специалист по приготовлению кофе. Но обслуживание там плохое, ужасное, отвратительное, как, впрочем, почти везде. Почему? Потому что у них всегда полно народу. И дела в этом ресторане идут так хорошо, что его хозяева не пытаются что-то улучшить и думают, что так будет всегда. И знаете что? Это начало конца данного конкретного ресторанчика. Я люблю фотографировать. Отец научил меня писать летопись моей жизни при помощи снимков. Поэтому я всегда ношу с собой небольшой фотоаппарат. И я попросил официантку щелкнуть нас с детьми с полными тарелками спагетти. Мне некогда. Отрезала она. Невероятно. У нее не нашлось пяти секунд, чтобы сделать клиента немного счастливее, чтобы оказать небольшую любезность, чтобы повести себя по-человечески. Нет ничего более пагубного, чем успех. Да, Ричард Кэррион был прав, как и Дэвид Нилман, основатель и директор Джет Блю, который заметил, когда вы начинаете получать хорошую прибыль, то зачастую теряете хватку. А вот многие другие руководители этого не понимают. Чем лучше идут дела у вас или вашей компании, тем больше вы должны беречь своих клиентов и тем меньше задирать перед ними нос. Вы должны заботиться об эффективности, ломать голову, чтобы еще улучшить, быстрее реагировать, больше зарабатывать. Потому что как только вы перестанете делать все то, что вознесло вас на вершину, вы покатитесь вниз. Совет 4. Заработай, как на сцене. Я тут прочитал статью Fortune о ребятах из Google, о головокружительном взлете их бизнеса, ну, сами знаете. Есть о чем поразмыслить. Чтение всегда дает пищу для ума, верно? Статья заставила меня задуматься о том, как важно проявлять себя в работе с лучшей стороны, выкладываться на полную, любить свое дело до безумия, обожать свои проекты, влюбляться в каждую представившуюся возможность, быть как рок-звезда во всем, что вы делаете каждый божий день, чтобы заработать себе на хлеб. Работа придает жизни смысл. От нее зависит наша самооценка и место под солнцем. И если вы отлично справляетесь со своими делами, то этим вы не только приносите пользу фирме, но и осчастливливаете себя любимого. Когда дело спорится, это прекрасный повод для самоуважения, это восторг, и, наконец, это просто делает вашу жизнь намного интереснее. Чтобы с вами случилось что-то хорошее, надо сделать что-то хорошее. И если вы вкладываете в работу всю душу и талант, значит, вы движетесь в правильном направлении. Скоро ваша жизнь станет богаче, счастливее, насыщеннее. Что вы чувствуете в конце плодотворного рабочего дня, когда работаете в полную силу, перешучиваетесь с коллегами, из кожи вон лезете, чтобы помочь клиентам, когда вкладываете душу в работу, которая вас кормит, когда вам удается прыгнуть выше головы. Неплохо, верно? И совсем не обязательно занимать высокую должность, чтобы отлично работать. Не могу не вспомнить по этому поводу слова Мартина Лютера Кинга-младшего, одного из моих кумиров. «Если человеку выпало подметать улицы, пусть он подметает их так, как Микеланджело рисовал свои фрески, Бетховен сочинял музыку, Шекспир писал стихи. Пусть он метет улицы так хорошо, чтобы вы все, земные и небесные владыки, остановились и сказали, «Вот великий подметальщик, который хорошо делает свое дело». Так что отправляйтесь на работу так, как рок-звезда идет на сцену. Выложитесь на полную. Пусть это будет лучшее выступление в вашей жизни, чтобы слушатели визжали от восторга. Торгуйте степлерами так, как Бона поет. Ведите свои бухгалтерские счета так, как играет Кит Ричардс. Станьте Джимми Хендриксом в кадровом деле. А когда вы превратитесь в звезду и у вас начнут просить автографы, не забудьте черкнуть мне пару слов. Буду рад узнать, как у вас дела». Совет пятый. Каков день, такова и жизнь. Каждый день – это ваша жизнь в миниатюре. Как вы проводите свои часы, так же проведете и годы. Из того, что вы делаете сегодня, в буквальном смысле складывается ваше будущее. Что вы говорите, о чем думаете, чем обедаете и что предпримете, все это определяет вашу судьбу. От этого зависит, каким вы станете и что вас ждет впереди. Любое, самое, казалось бы, мелкое решение со временем будет иметь огромные последствия. В жизни не бывает незначительных дней. Каждый из нас может достичь величия. В каждом из нас сокрыта огромная сила. Каждый из нас может перевернуть мир, надо только захотеть. Но чтобы взрастить в себе эту великую силу, надо ее применить. Используйте ее чаще, и у вас прибавится уверенности в себе. Об этом хорошо сказал Генри Дэвид Тора. «Больше всего надежд в меня вселяет несомненная способность человека возвыситься благодаря сознательному усилию». Мысль Тора хорошо дополнил гуру рекламы Донни Дойч в книге «Ошибаться часто, сомневаться никогда». Из ста человек только один открывает свободную нишу в бизнесе. Это тот, кто просто сказал себе, «А почему бы нет?» И сделал шаг. Если человек добился многого, это не значит, что он одарен больше других. Он просто каждый день, шаг за шагом, двигался навстречу своей мечте. Дни складывались в недели, недели в месяцы, месяцы в годы, и вот этот упрямец, сам того не заметив, стал великим.